Только вчера супруги Галина и Игорь Пирожковы узнали о том, что недалеко от их дома заработал пункт приема книг для жителей Донбасса. А сегодня уже принесли литературу. Рассказывают, сделать доброе дело всегда приятно. Тем более, что книг дома много, а дети и внуки давно выросли. В основном художественных, исторических мало. Собрание сочинений наших пластиков Пушкина, Лермонтова, которых тоже надо знать и изучать, потому что много хорошего, много поучительного. Мы уже взрослые, дети выросли. Поэтому считаем, что надо как-то помочь нашим же людям. Как говорится, своих не бросаем. Внести свой вклад в становление мирной жизни на Донбассе решил и Владимир Романов. Мужчина уверен, чтение шедевров мировой литературы не только поднимает настроение, но и помогает изменить жизнь. Есть книги, которые прочитал, а уже, наверное, их читать не будешь. Почему бы их не подарить Донбассу и сделать это доброе дело? Чтобы помочь людям восстановить мирную жизнь на их родной земле. Присоединиться к благотворительному проекту «Подари книги Донбассу» может каждый. Он реализуется межрегиональной общественно-исторической библиотекой при поддержке администрации Самары. Проект стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив. От жителей ждут художественные произведения, публицистику, книги-игрушки для малышей, учебники. Литература перед отправлением на Донбасс пройдет проверку и сортировку. Главное требование, чтобы книга была в хорошем состоянии, была неветхая, чтобы было приятно взять в руки. Еще есть такая возможность у горожан, которые дарят книги, вкладывать туда пожелания нашим соотечественникам. Первые 10 буксов для сбора книг уже установили в Кировском районе Самары. Совсем скоро в городе появится еще 70. А если вы готовы пожертвовать сотни книг, сделать это можно, не выходя из дома. Организаторы приедут и заберут литературу. Для этого необходимо позвонить по телефону 254-02-84. Ксения Баканова, Петр Поломеев, События.